Малый противолодочный корабль «Наринмар» пополнится тремя солдатами-срочниками из «Наринмара». Произойдет это в мае. Корабль пока находится на ремонте на заводе «Красная кузница» в Архангельске. Ребята несут службу в учебке в Северодвинске. Впрочем, будущее место боевой службы солдаты-срочники посещают регулярно. В этот раз поводом послужил приезд официальной делегации из Ненинского округа. Ну, я воспринимаю это как элитные войска. Самый лучший вариант для меня получается. Будет что вспомнить. Никита Зайцев, уроженец «Наринмара», несет службу уже 4 месяца. Пока в учебке в Северодвинске с мая оставшиеся 8 месяцев службы будет нести на корабле «Наринмар». Ну, у нас учения были, получается. Курс молодого бойца проходили. Ну, учебка пока 6 месяцев. А потом что? Ну, потом сюда на корабль попаду. Здесь уже более-менее служба будет. Продолжать службу Никита будет на самом мощном малом противолодочном корабле. Вместе с ним из учебки придут еще двое «Наринмарцев» – Анатолий Коткин и Денис Марков. «Знания должны быть. Знать нужно все. Если как бы не знаешь, то и не попадешь, наверное, в военно-морской флоту. Вот так, с силой воли». Денис Марков о службе именно на этом корабле мечтал. И не случайно, ведь данный тип судов кораблей по количеству вооружения на одну тонну водоизмещения занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Фрегат был заложен на судостроительном заводе в Зеленодольске в 1988 году, а на воду спущен спустя два года. В 1990-м корабль вошел в состав Северного флота. С осени 2002-го носит название «Наринмар» в связи с установлением шефства над кораблем городом Наринмаром. «Наринмарцы» на самом деле очень гордятся, что у них есть, ну, что есть малый противологичный корабль, носящий гордо имя «Наринмар». По вооружению на квадратный метр, ну, наверное, самое вооруженное судно. Нейский автономный округ – самый малочисленный субъект, но очень гордый. И, как я уже сказал, «Наринмарцы» гордятся тем, что у них есть свой малый противологичный корабль. При сравнительно невысоком водоизмещении корабль оснащен четырьмя торпедными аппаратами, ракетным комплексом, бомбометами и артиллерийским оружием, в том числе и скорострельной малой артиллерии. Таких кораблей на Белом море всего три. Мне, человеку, который родился в городе Наринмаре, очень приятно осознавать, что у моего родного города есть такой знаменитый, прекрасный тезка. И что этот тезка – серьезный военный корабль. И благодаря военно-морскому флоту, благодаря вашему кораблю сегодня обеспечивается безопасность границ нашей Родины. И мы, мирные люди, сегодня чувствуем то, что вы защищаете нас. И наша жизнь протекает под ясным мирным небом. Командует Наринмаром Дмитрий Марёшин. Личный состав малого противолодочного корабля – 82 человека. Как говорится, дома и стены помогают. Название Наринмар, вы из Наринмара чувствуете какое-то что-то родное? Да, считаю, что дома. Мария Владимирова, Ленин, Шишелов, телеканал «Север Архангельск». Продолжение следует.